Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передачи «Просто о вере». Я ее ведущий, священник Сергей Рыбаков. 30 октября прошла акция «Молитва памяти». Мы ее анонсировали, мы о ней говорили в нашей студии. И, как и обещали, мы продолжим разговор на очень важную, серьезную, сложную, не совсем однозначную тему преодоления тоталитарного наследия, как его изжить из себя, как изжить в том числе внутреннего раба, который за 70 лет тоталитаризма действительно в нас внутри сформировался. Только рабами мы стали, ну, кто чему, кто гаджетов, кто комфорта, кто сытой жизни. Однако это рабство присутствует, наличествует. И именно тот факт, что когда мы теряем и этот комфорт, и эту такую беспечность своего, беспечность своего жития, мы начинаем расстраиваться и плакать, говорит только лишь об этом, что внутренний раб наш плачет. Вот мы сегодня встретились вновь с нашим гостем, с инициатором вот этой акции «Молитвы памяти» с Ильей Груздевым. Здравствуйте, Илья. Добрый день. Вот, и решили продолжить наш разговор именно об этом. Ну вот, что называется, с места в карьер. Мы уже и в прошлом году, когда об этой акции говорили, очень много и подробно говорили о том, что действительно мы, ну, к сожалению, выродились в толпу. Вот. Как бы это ни перескорбно, и как бы это сейчас ни резало слух, как бы это ни казалось резким. Вот. Но действительно, русский народ, к сожалению, не объединен сейчас. Нет вот этого самого единства, нету единства глубокого, единства такого сердечного, духовного единства нету. И мы с вами в том числе называли одну из причин. Нельзя сказать, что это только лишь виновно там советское прошлое, тоталитаризм и так далее. Понятное дело, что здесь множество факторов, множество. Но за... Вот мы этим закончили передачу нашу, вот, посвященную акции, когда мы ее анонсировали, что действительно, и в нашем храме была проведена вами встреча касательно вот предков наших, да, наших, нашей генеалогической памяти. И вот действительно мы заметили, то есть проведя такой тренинг над собой, да, мы удивительно заметили, что самый максимум, кого мы помним, это люди войны Второй мировой, ну, может быть, чуть ближе, чуть там подальше к, там, 19-му году, к 20-му году, 20-го столетия. Вот. А потом как-то раз и обрубается. И действительно, как будто бы точка отсчета жизни нашего народа, это, собственно говоря, 17-й год. Вот. Ну, или там чуть-чуть, может быть, раньше. Люди не помнят своих предков 18-го века, 19-го века, потому что я, конечно, не говорю про 17-е и дальше. Вот. Но настолько близкое к нам время 19-го века, и то оно уже нами не помнится, не забыто. И, безусловно, мы говорили о том, что это народ, который остался без памяти. Так вот, сегодня я предлагаю поговорить о том, как же преодолеть это тоталитарное наследие. Назовем это условно так. Угу. Преодоление связано с осознанием того, что ты сам являешься частью некого целого, некой частью народа, который имеет живые связи внутри своей толщи, да, своего какой-то, своей массы. В ней есть старшие в этом народе, есть младшие, есть, ну, будем пользоваться таким современным словом, элита, есть люди, которые слушают этих старших в народе. Есть традиции, которые передаются из поколения в поколение. Есть память о предках и память о историческом судьбе страны. Есть попытки переосмыслить или даже просто осмыслить, чтобы переосмыслить, надо сначала осмыслить, вот, осмыслить свою историю, историю страны, обрести вот эти вот связи горизонтальные между людьми, живущими, вертикальные, вот, вглубь, в прошлое своей страны. Для этого сейчас было бы очень хорошо вот эту вот работу, может быть, она кому-то покажется исторической. А на самом деле это не историческая работа, это, ну, вот, для сравнения я один маленький-маленький пример, он мне очень кажется показательным. Когда вот португальцы, я уже это рассказывал, вот, когда португальцы приехали в Китай, где-то там в начале Нового времени, китайцы отзывались об этих новых людях, которыми они раньше не общались, и они говорили, что это люди, ну, дикие, варвары, потому что они едва-едва знают семь поколений своих предков. Для них это был некий показатель. Для нас семь поколений вглубь – это подвиг, который вряд ли кому, немногим людям вообще возможно сейчас осуществить. Но ведь это же не просто некие имена и некоторые какие-то вот… Это некоторые погружения в эту историю своей страны. За этими людьми стоят традиции, за этими людьми стоят какие-то важные события, которые происходили вот с этими там предками в их жизни. И вот при общении к этим традициям было бы очень важным таким… А может быть мы можем оживить какие-то традиции? Вот, то есть мы с вами как-то сидели и тоже обсуждая тему нашей нынешней передачи, мы говорили о том, что есть, ну, примеры, в том числе, дореволюционной России, есть примеры России иммиграционной, да, то есть вот той самой русской белой иммиграции, которая была выдворена из страны вот после гражданской революции. Вот их наследие, может быть, мы можем найти какие-то важные… Ведь, понимаете, вот я сейчас… Вопрос мы и так подвесим, а просто то, о чем, мне кажется, думают наши телезрители. Ну, а что мне вот делать? Ну, не могу я найти сейчас сведения о своих родственниках. И что же мне вот… Мне зацепиться даже не за что. Где вот крючок, за который бы мне цепнуться, да, и хоть как-то бы вот там, может быть, по этой маленькой тоненькой ниточке выкарабкаться вот к той исторической памяти. Ну, нету, там действительно у нас сейчас и архивы все закрыты, и нужно немало постараться, чтобы накопать. Да и то, вот мы с вами на этой встрече говорили, что я вот смог найти родственников, ну, даже не я, а моя бабушка, которая занималась очень плодотворной и серьезной генеалогией нашего рода. Да, нам удалось найти, то есть самое последнее имя, это 1756 год. Вот. Но это только имя. Мы не знаем, что этот человек делал, чем он занимался. Есть имя, есть фамилия. Вот. И действительно туда вот уже нырнуть вглубь представляется все сложнее и сложнее. Так вот, возвращаясь к моему вопросу, есть ли какие-то, может быть, способы оживления этой самой исторической памяти, или, по крайней мере, примеры, которыми мы могли воодушевиться почти как своими, то есть не лично семейными, но родными нам по крови, по территориальной принадлежности и так далее. Ну, я вот в последнее время открыл для себя такую литературу мемуарную. Это воспоминания людей, которые жили до революции или люди, которые пережили 20-й век в эмиграции. Что примечательно в этой литературе? Она показывает строй мысли человека, другого... Ну, все люди разные, да? А вот другого воспитания, другие реакции на всё происходящее. Это настолько удивительно, и ты понимаешь, что вот какого-то такого вот сродства с людьми того времени, с лучшими людьми того времени, ну, с одной стороны, хочется обрести, а с другой стороны, очень сложно. Ну, вот через вот такое вот приобщение, вот через чтение такой литературы. Начинаешь обращаться... Чтобы, опять-таки, не быть абстрактными, что-то конкретное скажете, посоветуйте, какую именно литературу, чтобы люди у нас сейчас соревнулись в книжные магазины. Ну, мне вот, например, из последнего понравилось воспоминание Кривошейной. Это воспоминание о такой, в общем, бурной жизни. Она жила в России в семье богатого такого промышленника, имела дворянское происхождение, а там оказалась, значит, в революционном Петрограде, переходила пешком в финскую границу, значит, жила в эмиграции, общалась в парижских кругах, значит, эмигрантских. Потом вернулась вместе с мужем в Россию, значит, муж отсидел, значит, она в это время нищенствовала где-то в провинции. Вернулись они опять за рубеж. И вот все вот эти вот свои события жизни, она описывает, и важно, это не столько вот драматургии всех этих событий, вот фильм «Восток-Запад», как раз посвященный этому Сменьшикову, или «Запад-Восток», я могу написать. «Восток-Запад». Да. Вот, посвященный вот как раз описанию этой истории. Но то, как человек смотрит на все происходящее, то, о чем он думает, то, какие у него в голове ценности, что он ставит на первый план, и то же самое чувство возникает, когда ты читаешь, например, воспоминания заключенных в ГУЛАГе. те, кто выжили и смогли вот об этом рассказать. Возникает такое же ощущение. Когда вот описывается вся вот эта страшная действительность, а люди думают о вещах, о которых, казалось бы, ну, в таких условиях думать невозможно. Думать можно только о выживании, и вот как бы, вот что, вот, каких-то примитивнейших жизненных необходимых вещах, да, о низе пирамиды масла. Так вот, они думают о самых высоких вещах. И ты понимаешь, что вот они так жили и до лагеря, и это в них вот как-то они, как-то вот заложено воспитанием. И лагерь этого сломать не смог. И лагерь этого сломать не смог. Потому что он был заточен на то, чтобы это сломать. Сломать в человеке вот эту вот возможность быть человеком, ну, с большой буквы, да, уж если пользоваться такими литературными штампами. И вот это вот удивительное, значит, удивительный взгляд на вещи. Мы сейчас можем, у нас нету людей, которые бы, может быть, у кого-то есть, но мало таких возможностей встретиться с людьми, которые являются живыми носителями вот этой традиции, которые так воспитали, допустим, своих детей и так далее. Мы обращаемся к книгам, но вот, может быть, из этой вот мечты, из этой некого восхищения таким образом жизни, таким человеком такого масштаба, мы сможем как-то работать над собой. Это и будет покаяние. Это будет как раз действие, направленное вопреки тому, что делает тоталитарная система. А тоталитарная система работает как газонокосилка. Или лучше, как каток. Да, или как каток. То есть она все, что выдающееся, все, что не согласно вот с той разумной доктриной, о которой мы говорили в прошлой передаче, она все это уравнивает. И поэтому такие вот примеры, их важно находить. Вот еще меня такой вдохновляет очень пример. Может быть, об этом стоит как-то поговорить. Это братство, оно ближе, вот мы сейчас как-то немножко про общественно-политические такие вопросы говорим. Но такое христианское братство Николая Николаевича Неплюева. Это удивительный опыт человека, который шел в разрез тем тенденциям в обществе дореволюционном, он жил на рубеже 19-20 века, он шел в разрез тем тенденциям в обществе и даже в среде образованной, аристократичной, да, то есть в элите того общества, вот этим тенденциям, которые привели к революции. Ведь что удивительно, что вот очень важно обращать внимание на то, что в русском обществе дореволюционном привело к вот этой трагедии. Да, вот это очень интересно. Мы, может быть, вот особенно в 90-е годы было модно романтизировать вот это революционное какое-то прошлое. Вот мы только-только вот, значит, расстались с советским, значит, вот строим, была такая волна от противного, и люди начали искать вот образцы в прошлом, и в том числе вот в 19-м веке. Но ведь важно понимать, что очень важно думать при этом, что мы именно наследуем, каким именно традициям мы наследовать хотим, потому что часть этих традиций, часть этих размышлений, они привели к революции. И если мы будем просто механически воспроизводить все, во-первых, это не получится, во-вторых, мы можем воспроизвести не то, мы можем воспроизвести те тенденции, которые как раз и разрушили наше общество. А какие именно? Ну, чтобы нам просто опять-таки немножечко с небес на землю, да, потому что, может быть, эта вещь для вас сама очевидна для человека, который интересуется историей, а для людей, которые, может быть, у нас историю знают только по учебникам, которые нет более идеологичной литературы, чем учебник истории, которые переписываются сразу же после очередного революционного переворота и стирается все ластиком то, что было до этого, и разобраться уже потом в этих напластованиях, где действительно истинная правда, это можно, но это требует определенного усилия, который не всякий предпринимает. Так вот, какие все-таки вещи-то к революции привели и, собственно говоря, привели к тоталитаризму? Ведь это же тоже интересный момент. До определенного момента в нашей стране были разные опробированные способы выстраивания общественной жизни, выстраивания социальных тех самых связей, о которых мы с вами говорили. Это была и симфония властей, когда на одном княжеском престоле сидел князь, великий князь и митрополит, и судом ведал не только князь судом гражданским, но и ведал и митрополит, и подсказывал, говорил, и это была не такая подчиненность одного другому, это была действительно симфония, это было управление двумя. Потом симфония каким-то образом, мы сейчас не будем всю историю пересказывать, это разрушается в силу разных причин, уже императоры у нас не берут, цари, императоры не берут уже во внимание мнение церкви, к нему, может быть, еще прислушиваются, но не особо, да и, собственно говоря, церковь уже правит не патриарх, а правит уже сенота организованный, да, то есть всякие обер-прокуроры и прочее, прочее, светские люди, которые чрезвычайно далеки от идеи вот этой симфонии, в общем, сращивания толпы в народ, вот, потом мы с вами ну, видели революцию и так далее, так вот, что все-таки в конечном итоге, какие измышления привели к тоталитаризму, что оказывается управлять народом, ну вот, мы говорим именно о советском наследии, с помощью катка, с помощью кнута, то есть маршировать строем, дышать в затылок, ни в коем случае не выделяться, все помнят наверняка фильм «Стиляги», да, который прекрасно это отображал, когда все ходили в серых костюмах, серых шляпах, серых галстуках, и когда под статью подпадал даже цвет галстука или там цвет рубашки, вот такой вот вопрос. Ну, здесь мы, может быть, неизбежно, как-то немножко такая стариасовски вынуждены подойти к этому вопросу, потому что, ну, на мой взгляд, искушение социализмом вот как раз не выдержало русское общество. причем, вот ведь мы, да, понимаем, что революцию, к революции готовились, и ее делали во многом чистые люди с намерениями и думами о народе. Это был соблазн, это был некий соблазн, вот, Бердяев, какой-то замечательный философ, который, кстати, сам стал жертвой, был отправлен в эмиграцию, выдворен из России на так называемом философском пароходе, он говорил о том, что русская революция неизменна, ну, как сказать, несомненно, имеет духовную природу. Это были некие духи, о которых очень тонко чувствовал Достоевский, да, когда писал свой роман «Бесы». Он говорил о том, что вот вот эти вот духи, вот эта вот грядущая революция, они завладели умами и сердцами лучших людей. Только поэтому стало это возможно. Но надо сказать, что этот соблазн, конечно, был велик, он был заложен еще вот, это вот такой, можно сказать, масштабный проект просвещения, да, когда, желая выстроить все на основании разума, вот возник вот этот вот соблазн выстроить человека тоже в соответствии с некоторым разумом. и вот этот вот соблазн не выдержало наше общество. Но, с другой стороны, ведь всегда надо помнить, что были и другие тенденции, были другие мысли, и были люди, которые вот этому соблазну не поддались в том же там, 19 веке, там, на рубеже 20 века. люди, которые мыслили в христианской парадигме, люди, которые вот размышляли о церкви, ну, у нас, опять же, в советских учебниках их называют славянофилами, это как бы дело упорно их некой любви ко всему славянскому, да. Но, это не самое главное, что есть в славянофилах, вот, а самое интересное, самое главное, это попытка размышлять о том, как устроить общество на основании христианском, на основании церковном. И правильно я понимаю, что здесь как раз опыт Неплюева? Этот опыт совершенно стоит особняком, потому что здесь не только теория, здесь практика. Вот, что, пожалуй, самое интересное в этом опыте. Он был человеком 19 века, он родился в середине 19 века и умер в 1907 году, но он, при этом, будучи человеком того времени, он смог вот эти вот идеи, потому что многие останавливаются на этих идеях, он смог воплотить их в практику. Ну вот я предлагаю следующую нашу передачу как раз Неплюеву посвятить. Отлично. Вот, мы о нем тогда поговорим более подробно и покажем некоторые материалы, возможно, вот, связанные с его деятельностью. Думаю, это будет не безинтересно и не бесполезно для наших телезрителей. Ну а на сегодня тоже надо резюмировать, да, время очень мало, безусловно, то, что мы сейчас с вами за 25 минут пытались поразмыслить и порассуждать, об этом люди иногда часами, иногда днями и месяцами общаются на каких-нибудь своих вечерних чаях. К этому мы призываем. Да, чтобы действительно об этом размышлять и думать. А в прошлый раз я стихотворением закончила, а сейчас тоже у меня вот вспомнилась фраза одной из песен, я правда не уверен, что я хорошо и точно процитирую, Юрия Шевчука из группы ДДТ в одном из последних альбомов есть песня, где есть такая строчка, что «Сколько поколений в крови сего надоя». Вот действительно нам бы с вами, возлюбленные во Христе, оживить память о том, что в нашей крови, то есть мы с вами поколение, в крови которого тысяча поколений, вот, может быть, были и святые, может быть, были и те же самые новомученики-исповедники к вопросу о том, что не все из них прославлены, вот, не все канонизированы. И может быть, тот человек, который, спасая свою семью, ценой собственной жизни, был расстрелян или убит, это тоже страстотерпец, это тоже исповедник, пусть не исповедник веры, но исповедник своей любви, вот, вот об этом бы нам с вами помнить. И называя имена своих родных и близких, когда мы молимся в храмах или дома, мы ведь их вызываем из небытия в бытие, ставим рядом с собой и за нашей спиной небесная рать. Действительно, огромное количество людей, которые очень пристально всматриваются в жизнь каждого из нас и ждут, ждут очень трезвых, решительных поступков. Храни всех вас, Господь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова